Международный проект развития лесного сектора Республики Беларусь реализуется уже несколько лет при активной финансовой поддержке. Пазыка Международного банка реконструкции и развития складает 40 миллионов долларов. Грант глобального экологического фонда – больше, чем 2,5 миллиона. Плюс 12 миллионов евро, вытаткованных летесь с Усветным банком. На этой сроке будывались питомники по выращиванию лесных культур. И набывалась техника для борьбы с жуком-караедом. Решать те насущные проблемы в лесном хозяйстве, которые есть в части проблемы с необходимостью борьбы с пожарами, лесовосстановления после поражения караедом или тех или иных заболеваний леса, которые сейчас из-за изменения климата мы наблюдаем все более активно и активно. Значная увага подчас семинару – одновлению сосновых лесов, которые потерпели в вынику спекотного надворья и наступного массового нашествия жука-караеда. На высеченных участках зараз высаживаются новые рослины. Хоть тут так само есть нюансы. У молодых рослин свои захворывания, с неакими необходимо смагаться. А прайшатаго протяглые спекотные периоды повторяются, что нелепшим чином отбивается на саджанцах. Обменяться назапашенным вопытом одновления лесу – одна из головных задач семинаров. В прошлые годы в нормальном режиме у нас лесовосстановление составляло порядка 6-7 тысяч гектар. На сегодняшний день, в этом году уже мы посадили 13 тысяч гектар. Еще у нас предстоит осенняя посадка. То есть выросли объемы рубок, выросли объемы лесовосстановления. Как мы восстанавливаем леса? Обсудим. На сегодняшний день больше 95% лесов, которые мы восстанавливаем – это смешанные леса. Мы активно применяем посадочный материал с закрытой корневой системой. Сегодня Беларусь выходит улик самых лесистых краин Европы и Центральной Азии. Лясы в республице займают амаль 40% территории. Их захование и обновления задаются правды державного узровня. Переоценить значность навыкового супроводжения этого процесса немогчима. Тем более, что одночасово с климатичными изменениями начали отбываться изменения в природном сироте. Некольки тыдня тому, навыковцы института леса в первую очередь выявили мутации жуков-караедов, у которых не было ярче лета. Чим их поводины будут адрозниваться и какую шкоду эти насекомые могут принести навыковому осяродзю – пакуль неведома. Мы увидели гибридные особи, непонятно откуда они взялись. И является ли эта вспышка, определяется именно гибридными этими особями, пока для нас это не совсем ясно, потому что мы эту работу только буквально три недели назад сделали. И сегодня ведем анализ и будем дальше идти, для того, чтобы понять суть происходящего. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».